Кто такие евреи? Нация? Религия? Народ? Можем ли мы называться нацией, если единственное, что нас объединяет, это то, что наши предки более двух тысяч лет назад жили на одной земле? Мы разбросаны по всему свету, не имеем общего разговорного языка, общей экономики, и мы прожили вне нашей страны большее количество времени, чем на ее территории. Можем ли мы называться нацией, если мы принимаем герим, людей, принявших на себя еврейство? Если я не родился китайцем, то я не могу стать китайцем, что бы я ни делал, а евреем можно стать. В ряды герим входят также известнейшие раввины и даже предки самого царя Давида. Если евреи – это религия, то тогда те, кто не следуют иудаизму, не могут называться евреями. Но я встречал в своей жизни парочку евреев, которые называют себя нерелигиозными, и полагаю, что вы тоже. Так что же такое евреи? В мире есть национальность и религия. Национальность определяется твоим рождением. Если человек родился немцем или монголом, то ничего это уже не изменит. Религию можно избирать. Поэтому есть индусы-мусульмане и индусы-буддисты. Иудаизм же – это религия, данная только одной нации. И этим иудаизм отличается. Христиане верят, что их религия для всех. Мусульмане верят, что мир будет лучше, если все будут следовать их религии. Иудаизм же был дан только одной группе людей – евреям. И только они должны соблюдать шаббат или поститься в Йом-Кипур. Иудаизм не верит, что все должны это делать. Если нееврей будет соблюдать эти законы, то это будет для него бессмысленно. И он евреем от этого никак не станет. Так получается, что евреи – это и религия, и нация. Но как тогда объяснить Герим, то, что евреем стать можно? На самом деле, еврей – это не раса, не нация и не религия. Еврей – это семья. Семья, даже если она разбросана по всему свету, остается семьей. Семья, даже если ее члены разговаривают на разных языках, остается семьей. Семья имеет свою религию, то есть свой устав, свои традиции и нормы поведения. Они связаны с устоями этой семьи, их ценностями и их историей. Если чужак начинает вдруг следовать традициями этой семьи, то тогда он не становится их членом. Они для него бессмысленны. Но семья может принять к себе кого-то. Они могут усыновить или удочерить ребенка. И тогда этот ребенок полностью станет членом семьи. Усыновление происходит по желанию семьи. Никто не может прийти к ней с претензией, почему вы меня не усыновили. Семейные отношения евреев друг к другу объясняют, почему даже несоблюдающий еврей остается евреем, и почему даже еврей, который кричит, что не хочет быть евреем, остается евреем. От своей семьи отказаться нельзя. Братья будут оставаться братьями, чтобы они не делали. И плохая сестра все равно остается сестрой. Семейные отношения евреев также объясняют близость, которую евреи испытывают друг к другу, встречаясь, когда евреи из разных стран вдруг видят друг друга. Семейные отношения евреев также объясняют гордость, которую евреи испытывают друг за друга. И то, что нам бывает стыдно за других евреев. Когда на экранах или в газетах появляются еврейские имена, вы на это обращаете внимание, правильно? Семейные отношения евреев также объясняют наши раздоры. Люди ссорятся в кругу семьи намного больше, чем со своими друзьями. И это то, почему с евреями все не так просто.